День миротворца в РФ есть, а миротворить так реально и не научились. В День миротворца, который сегодня празднуют в Российской Федерации, с российскими миротворцами в Карабахе приключилась беда. Российские так называемые миротворцы зря расслабились в Карабахе, думая, что военные действия с их приходом в Карабахе закончились. Все только начинается, тем более диверсии еще никто не отменял. И это таки случилось. Путинским миротворцам в их профессиональный праздник хорошо прилетело, да к тому же с той стороны, с которой они попросту не ожидали. Они ж думали, что мол не охраняют армян в Карабахе от вооруженных сил азербайджанцев, а не тут то было. Им бы самим там охрана не помешала. Так вот, диверсионная группа армянских сепаратистских формирований, целенаправленно осуществила, на подконтрольной территории кремлевских миротворцев в Ханкенде, ранее называемый Степанакерт, подрыв водопровода идущего в город Шуша. И сделали они это под самым носом миротворцев, тем самым показав, что кремлевские миротворцы на доверенных им территориях ничего не контролируют. Так или иначе, этой провокацией, по-другому это назвать никак нельзя, кремлевским миротворцам нанесен огромный репутационный и моральный урон. А также преподан огромный урок, чтобы не питали иллюзий, что им здесь рады. Они по факту заложники ситуации, в которую Кремль их вогнал. И бить их будут с обоих сторон. Вот в союзнической, казалось бы, Армении уже начали. Там за короткий срок двух путинских вояк из 102-й военной базы нашли без признаков жизни. А тут еще и сепаратисты из так называемого НКР в очередной раз продемонстрировали свое истинное лицо. Плюс я уже про другие аспекты молчу. В общем перспектива для кремлевских миротворцев здесь однозначно не радужная. Тем более если вдруг, боевые действия возобновятся. Азербайджанские войска с легкостью их обойдут, и пойдут дальше. Говоря про азербайджанские войска, не забываем, и про турецкие, которые непременно там будут присутствовать. А это значит, что кремлевцы и даже не рыпнутся побоятся. Как это уже было не раз. Тем самым в очередной раз бросив своих союзников по ОДКБ. Кстати военные Азербайджана уже находятся у самой границы Армении. В освобожденном от оккупации городе Кельбаджар военными Азербайджана поднят азербайджанский флаг. Кельбаджарский район Карабаха был передан войскам Азербайджана еще 25 ноября.